Всем привет! С вами Вячеслав Витек. Алиреза Феруза стремительно ворвался в элиту мировых шахмат. И сегодня я вам покажу классную партию, в которой Феруза удалась атака на короля на одном дыхании. Это 2019 год. Белыми фигурами играл Феруза, черными Мила Зарковик. И поехали! Е4, С5, КНФ3, Д6, КНС3, А6, Ж3, Б5, Д4, СД, КНД4. Слон Б7 и слон Ж2. Да, Феруза избирает, казалось бы, непритязательную схему с фианкетированным слоном. Но и она втает себе для черных много опасностей. Следует ход КНФ6, 2-0, Е6, ладья Е1. Все это встречалось многократно. И здесь черные допускают уже серьезную ошибку. Играют КНФ7. Да, понятно, что где-то пограживает ход Е5, дальше Е5 и КНЕ6. Здесь есть такие мотивы. Но пока не было прямой необходимости тратить еще дополнительно темп. Дважды ходить в дебюте одной фигурой. Можно было пойти ФС7. Это основное теоретическое продолжение. Так играет большинство. И, в принципе, здесь вся борьба впереди. А вот после КНФ7 у черных уже начинаются проблемы. Следует ход А4. Фируза сразу привязывается к ферзевому флангу черных. Черные играют БА. Но нет сомнения, что после хода Б4 последовал бы ход КНД5. Хотя также и КНА2 дает белым перевес. Но понятно, что КНД5 сильнейшее продолжение. Объективно самый принципиальный ход. И здесь черным дорог хороший совет. Дело в том, что после ЕД следует ход ЕД. Слоном закрываться, по сути, нельзя. Следует ход КНФ5. Здесь все вообще, по сути, рассыпается. Грозит удар на Е7. А на КНЕ5 можно даже пойти КНБЖ7 шаг. Если черный король постарается убежать на ферзевый фланг, последует ошеломляющий ход. Ладья бьет Е5. На ДЕ ферзь Ж4 шаг. Здесь король просто гуляет по центру. На КНС7 ферзь С4 шаг. Но здесь, как ни трудно убедиться, король вообще, в принципе, не убегает. Либо черные несут большие материальные потери. На ДЕ7 уходить нельзя. Здесь еще и слон может подключиться к атаке. То есть, эта позиция абсолютно безнадежная. Да, но ясно, что и другие продолжения здесь не спасают. На КНЕ5 можно пойти и в 4. Да, ну, просто, вот, скажем, на КНБД7 еще и КНС6 можно въехать. Но здесь позиция просто безнадежная. Поэтому черные играют БА. Следует ход ладья бьет А4. Слон Е7. Ладья Б4. Ферзь Ж4 сразу атакует слона на Б7. Да, и, кстати, этот маневр напомнил мне партию Каспаров-Широв. В Челябинском варианте вы можете ее найти. Вот. Там, правда, были другие мотивы. Каспаров, прежде всего, живет он качество, исходя из позиционных факторов. Да, ну, а здесь как раз все наоборот. Следует ход КНЕ5 и ладья бьет Б7. Эффектнейшая жертва качества. КНЕ Б7 и темповой ход Е5. Да, диагональ свистит. Под боем КНЕ на Б7. Следует ход КНЕ5. Да, и как вы думаете, как сыграли здесь белые? Да, ни шагу назад. КНЕ Б5. Еще одна жертва. Следует ход ЕДы. Да, и обратите внимание на эту позицию. Формально белые без ладьи. У черных лишняя ладья. Но динамика в позиции белых такова, что эта позиция просто безнадежная у черных. Следует ход КНЕ5. Где-то удар на Б7. Где-то под боем пешка на Д5. Черные играют 2-0. Следует ход слон бьет Д5. И проблема черных даже не в том, что висит КНЕ на Б7. Хотя это большая проблема. Также еще пограживает где-то и ФЕРЖ4. Следует ход слон С5. Б4. Еще один классный темповой ход. И первая линия шахматных движков. Важно выбить слона с поля С5. Итак, Б4, слон Б6 и ФЕРЖ4. Грозит мат на Ж7. Следует ход Ж6 и Е6. Да, то есть посмотрите. Все на одном дыхании. Атака разворачивается сама собой. Да, не хватает ладьи. Но мощь остальных фигур белых, она конечно колоссальна. Все фигуры участвуют в атаке. Следует ход ФЕРЖ6. Е7. Да, отмечу, что здесь еще быстрее выигрывал ход ЕФ. Ну, ладью бить нельзя. Там мат на Е8. Ну, а на КНЕ выигрывает темповой ход ладья Е6. Да, здесь бить на Ф5 нельзя из-за слона Б2. Здесь мат через несколько ходов. Ну, а скажем на ход ФЕРЖСЦ3. Белый фальсерно выигрывает, играя ладья бьет Ж6. И, собственно, шах на Е1 не страшен. И за КНЕ на ФЕРЖ2. На ФЕРЖ2 король Х3. Король попросту убегает. На ФЕРЖ1 можно закрыться слон Ж2. И здесь форсированный мат грозит ладья Ж8. Ну, и по сути, там где-то еще и слон Б2 пограживает. Ну, по сути, от этих всех угроз нет защиты. Да, то есть, ходом ЕФ ФЕРЖ выиграл быстрее. Ну, естественно, и ход Е7. Он не выпускает победы. Следует ход ладья Е8. И слон бьет Ф7. Еще один эффектнейший ход. Ну, дело в том, что ФЕРЖ2 бить нельзя и за КНЕ 6. Это вилка. И черные проигрывают сразу. Ну, а на короле В7 белые дают шаг с С4. И здесь тоже тушите свет на ФЕРЖ6. ФЕРЖ6. Это мат. То есть, во всех вариантах черные форсировано проигрывают. Вот такая вот партия, на мой взгляд, шедевральная в исполнении Алиреза ФЕРУДЖИ. Да, можно говорить, что уровень соперницы все-таки гораздо ниже. Но, тем не менее, если вы подвигаете эту позицию с движком, игра ФЕРУДЖИ, начиная с хода... Ну, давайте я вернусь. Игра ФЕРУДЖИ, начиная с хода А4, она просто на высочайшем уровне. И это образцово-показательный пример, как нужно доказывать соперника за нарушение дебютных принципов. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.